Махогни Топчик Но прежде всего хочу сказать, что этот список абсолютно субъективный и основывается только на моем личном интересе Ну конечно же, СНК комьюнити больше всего ждало новостей от Na'Vi после их неудачного выступления на Инте Слухи поползли моментально после вылета рожденных побеждать в турнире Команду покинет FANIC, команду покинет Artstyle, возьмут Yoku Но менеджмент организации решил максимально сохранить состав, дав ему еще один шанс Поэтому на место капитана пришел PSM Также натошвинцеры решили не увольнять Artstyle, а отправить его на скамейку запасных вместе с еще одним новобранцем команды Хулисом Доминик Райтсмайер, давний любитель азиатчины Он играл за LGD, CIS, Vichy, после чего ненадолго вернулся в Европу Однако после пятого Инта, который он благополучно пропустил, Блэк почуял что-то неладное и вновь отправился в Азию Но в этот раз команду Fnatic Блэк до сих пор остается одним из лучших керри, но, как мы могли заметить, к новой мете приспособился он не лучшим образом Новость, от которой у меня сильно полыхала Чемпиона мира ЕГЭ кикнули человека, за счет которого, в принципе, были неудобными противниками для всех команд пятого Инта Ауи 2000 Вместо него, недолго думая, они вернули блудных сыновей, Артизия и Зая Которые раздезморалили скуроку всю команду Сикрет Артур будет играть на привычной роли керри, Людвиг стал игроком запаса Ну, а старик Фир сместился на роль саппорта Некогда одна из самых ярких и нестандартных команд Европы Клаун Найн на недолгое время остались без состава после международного Недолго думая, облачная организация решила подписать новый микс Dark Horse В него вошли как звезды американской сцены, это Бракс и МСС, так и новички Рицу и СВГ А капитанить этот коллектив будет бывший тренер Team Secret 14.37 Что значит время решаблов на просторах СНГ? Это значит, что Габлак собирает новую команду И как это часто бывает, он набирает в команду кикнутых или простаивающих игроков Что в принципе и произошло в этот раз В новой команде 1-2-3-1-2-3 можно найти Седова, который числился с запасным ВП перед Интом FN'а, No Fear'а и тут есть настоящая сенсация Йоку, недавно покинувший стан Team Empire, которому многие прочили место в Na'Vi Он занял роль Керри в новой команде Артура А как мы все прекрасно знаем, Габлак умеет делать новые миксы крайне опасными Все, кто смотрел 4-ый Интернешнл, наверняка помнят это замечательное противостояние Шаоуит и Ротикей И с тех пор у меня было непреодолимое желание увидеть их в одном составе Ну что ж, мечты-то сбываются Хотя сам ростер и не претерпел изменений, вся пятерка осталась в команде Два игрока, а именно Шаоуит и Яо, ушли на скамейку запасных Их место в основном в составе займут легендарный Ротикей и ДДС Команда, которая полюбилась многим после пятого международного, к сожалению, тоже претерпела изменения Из комплекса эти ушли Мунмендер и Флай Новый состав строится вокруг все тех же братьев Фридманов Недостающие слоты займут Питер Бэйтус Экси Энгвен и Майкл МДЖ Энгвен Видимо, организация комплексити считает, что чем меньше фамилий в команде, тем легче их всех запомнить Дисбант секретов сопровождался скандалами Артизии заобвиняли Куроку, а немец считал дуэты злых гениев виновными Все сообщество вообще сомневалось в том, что команда продолжит существование Однако менеджменту удалось построить новую команду вокруг одного игрока Капитана Пупея Вместе с ним будет играть никто иной, как Джеки Мао, а еще Расмус Мизери Филлипсон Йохан Пайладай Острим и Оливии В3П Амар На бумаге состав выглядит очень сильным, однако на деле мы их еще не видели И я лично очень-очень жду первые игры новых секретов Альянс попытались собрать свой золотой состав времен Интернешнала 2013 Тут и Эсфо, и Лода, и Аки, и Бульдог Единственное, кого они не смогли вернуть, это ЕГМа, но вместо него в команде играет Майнац Однако самое интересное в трансферах Альянса — это игроки запаса Во-первых, это малоизвестный швед Пабло А во-вторых, менеджер состава Келли Милкис по совместительству девушка Лоды Будет крайне интересно понаблюдать за ее игрой в мужском составе на каком-нибудь официальном матче Самые значимые перестановки за это трансферное окно произошли в Империи Из команды после не лучшего результата на Инте ушли Флай и Йоку После чего менеджмент команды добрал и Баха на Харт Новое молодое дарование The Apathy на Саппорта и Фервена на замену Теперь-то, наконец, у Империи российский флаг на сайте Virtus.pro Ура! Ну вот и все Такой у меня был топчик Если вы считаете, что в моем чарте кого-то не хватает Пишите об этом в комментариях Предлагайте свои топы И я, возможно, их учту при составлении следующего хит-парада До скорого! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...